МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте! В Старом Аскуле в минувшее воскресенье 12 сентября прошли торжества, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Святой благоверный князь считается небесным покровителем нашего города. К началу праздничного богослужения в Александр-Невский кафедральный собор из Белгорода на БТРе пограничные службы доставили икону и ковчег с частицей мощи великого полководца. В сопровождении почетного караула святыни вынесли к храму. Божественную литургию в главном соборе Старого Оскола совершил глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский-Староскошский Иоанн в сослужении благочинных и духовенство епархии. В своей проповеди митрополит сделал акцент на подвиге благоверного князя Александра Невского и его историческом значении. Вопрос святаго благоверного князя Александра Невского на протяжении столетий сопровождает всю историю нашей Руси. Был учрежден орден в 1825 году и возрожден в 1942 году во время Великой Отечественной войны и сейчас орден святаго благоверного князя Александра Невского является высшей наградой нашей России. Юбилей Александра Невского – событие не только общецерковного масштаба, но и общероссийского. В память о нем старооскольские мастера изготовили вышитые хоругви с изображением святого. Хоругви осветили по окончании богослужения и передали в храмы всех районов епархии. Православные старооскольцы могли приложиться к святыням – иконе и частичке мочей Александра Невского. Участники торжеств также познакомились с работами победителями муниципального конкурса, организованного Александра Невским кафедральным собором, святой благоверный князь Александр Невский – небесный покровитель Старого Оскола. Есть только миг Старооскольского художественного музея – любимому городу Старооскольского творческо-методического центра. На территории храма была организована выставка современной иконопись в мастерской во имя святых Петра и Февронии. Празднование продолжилось концертом Александр Невский «Слава и имя России». Программу подготовили воспитанники православной гимназии во имя Александра Невского и творческие коллективы Старооскольского городского округа. Анна Семенова, Роман Стариков, Илья Самсонов, Девятый канал. День памяти святого благоверного князя Александра Невского – еще и серьезный повод вспомнить о самых важных христианских добродетелях. Одно из главных – воспитание подрастающего поколения. В ознаменовании 800-летия со дня рождения Александра Невского председатель Совета директоров кондитерского объединения «Славянка» Дмитрий Гусев передал владыке Иоанну сертификат на сумму 1 миллион рублей для приобретения мебели для нового православного детского сада в Веденского. Подарок от семьи Гусевых очень важен для недавно открытого детского дошкольного учреждения. В рамках торжеств прошло также подведение итогов конкурса, инициированного депутатом Белгородской областной думы Сергеем Гусевым. В Доме творчества «Славянский» подвели итоги конкурса сочинений «Святой князь. Великий воин». Инициативу депутата Белгородской областной думы председателя Совета директоров группы компаний «Славянка» Сергея Аркадьевича Гусева поддержали практически все школы округа. «Хотелось бы поблагодарить депутата Белгородской областной думы Сергея Аркадьевича Гусева за возможность, которую он предоставляет нашим детям. Это уже второй конкурс, в котором участвуют представители образовательных организаций и получают такие замечательные, сразу вам говорю, подарки». Конкурс сочинений объявили в феврале. У ребят было достаточно времени на поиск информации и составление текста. Иван Лихтин, ученик шестого класса 12-й школы, факты черпал не только из интернета, но и провёл не один час в библиотеке. Его работа вошла в шестёрку лучших. Помогала Ивану его учительница по русскому языку Елена Напиральская. «Спасибо организаторам замечательного конкурса, спасибо нашим спонсорам, потому что мы сегодня пойдём с замечательными подарками, с грамотами, будем хвастаться перед нашими учениками и учителями, что благодаря компании «Славянка» мы являемся победителями». Учеников 5-10 классов разделили на шесть возрастных категорий. Жюри оценивало не только орфографию и пунктуацию, но и способность ясно излагать мысли, анализировать информацию. Дарья Меркулова из 20-й школы с заданием справилась на отлично. Это важно раскрыть талант детям и получить сладкий приз. Я думаю, что, конечно, такая инициатива очень важна, и хочется выразить благодарность Сергею Аркадьевичу Глусеву за поддержку талантливых детей и за ту инициативу, с которой он выступает. На протяжении уже многих лет мы чувствуем эту поддержку от управляющих компаний «Славянка», потому что дети, например, нашей школы получают не только такие сладкие подарки, ну и стипендии от этого человека и от управляющих компаний. Все победители, лауреаты и педагоги были отмечены наградами, а главное, совершили свой собственный исторический экскурс в биографию великого князя Александра Невского. Анастасия Иконникова, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. Коронавирусные хроники. На выходных скончались еще пять разороженных. Это жительницы Белгорода, Евнянского и Равенского районов. В статистике летальных случаев региона на сегодня 1062 человека. На Белгородчине за очередные сутки зарегистрировано 147 новых случаев инфицирования коронавируса. В ковид-госпиталях области 1655 пациентов, из них 39 в реанимации. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В 18 муниципалитетах области выполнили план по вакцинации от COVID-19. По-прежнему низкие темпы наблюдаются в крупных городах региона Белгороди и Стармосколи. В среднем ежедневно в области делают прививку от 2 до 3 тысяч человек. Сразу три аварии произошли в Старомосколе за два выходных дня. 11 сентября 26-летний водитель Киарео при выезде со второстепенной дороги на улице Рождественской не уступил дорогу Реномеган, которым управляла 44-летняя скольчанка. В салоне автомобилистки находился 20-летний пассажир. Он получил травмы. 12 сентября в 17.40 также на Рождественской улице столкнулись Hyundai Solaris и Lada Granta. Причина – выезда на марке на встречную полосу. 27-летний автолюбитель и женщина-водитель отечественного авто получили травмы. А в 7 часов вечера в воскресенье ДТП произошло во дворе 11-го дома микрорайона Солнечного. 23-летний Старосколец на Ниссане Альмера сбил 8-летнего мальчика. Ребенок жив. Компания «Сибагра» приобрела новый актив в свинокомплекс «Щигры» и главпродукт в Курской области. Теперь в ее составе 14 производственных предприятий в 9 регионах страны. Мы более 20 лет развивались на территории Сибири и Урала, укрепили свои позиции, стали лидерами в сфере свиноводства, отметил председатель правления «Сибагра» Андрей Тютюшев. В этом году, сказал он, мы начали осваивать новую территорию, а именно Центральную Россию. Новый свинокомплекс находится в непосредственной близости к ранее приобретенным белгородским площадкам компании и предприятиям «Промагра». И это стратегически важно. «Щигры» и главпродукт позволит полностью загрузить мощности Староскольского мясокомбината и увеличить масштабы нашего производства в данном федеральном округе и в целом компании. Конец цитаты. Свинокомплекс «Щигры» и «Экопродукт» ранее входил в группу компаний «Глобал Эко». Предприятия включают в себя животноводческие, технические площадки, земельные участки и транспорт. Сейчас на свинокомплексе содержится 77 тысяч животных. Производственные мощности составляют 15 тысяч тонн мяса ежегодно. Команда образования, личностный рост, развитие лидерских качеств. Различным тренингам в крупных компаниях сегодня уделяют особое внимание. Важно, чтобы процесс совершенствования сотрудников и компаний в целом не прерывался. Для работников белгородских площадок «Сибагра» необычный тренинг по наставничеству провела специалист головного офиса. Компании расширяются, развиваются, увеличивают штат. И порой сталкиваются с проблемой, когда новые сотрудники хотят работать, но не обладают достаточными умениями. Как научить взрослого человека чему-либо, как качественно передать ему знания. Решение – наставничество. Ну и ему нужно учиться. На предприятие «Сибагра» в Старомосколе приехала специалист по развитию карьеры персонала головного офиса Мария Татаурова. Для руководителей направления она провела тренинг о наставничестве и адаптации. Рассказала об инструментах и методах этой работы. Поделилась секретами документационного обеспечения, мотивации и максимальной эффективности при обучении новых сотрудников. Если не выполнены мероприятия, ожидаемый результат не соответствует фактическому, должны быть объяснения, почему это произошло. Адекватные объяснения. А не просто «ну так получилось». Нет, так не пойдет. От теории к практике. Во второй части тренинга участники отрабатывали знания на примере реальных случаев в производстве. Учились как грамотно делать замечания, давать обратную связь. Как не испугать сотрудников первый же день. Если привыкли на рабочее место, допустим, там же есть оборудование. Нужно ознакомиться, с чего он стоит, что, как, чего показать. Как оно работает, хотя бы где выкрыл, выкрыл. И как на нем осуществляется процесс работы. Ожидаемый результат проведения той или иной операции. То есть включение аппарата и запуск. Валентина Образцова – начальник цеха производства полуфабрикатов. Самого обширного структурного подразделения мясокомбината. В нем 368 сотрудников. Что такое наставничество, Валентина знает не понаслышке. Идя на тренинг, не думала, что будет так полезно и интересно обсуждать обучение новичков. Очень было интересно послушать, как нужно корректно общаться с новыми сотрудниками. Как нужно проводить с ними первый рабочий день. Какую информацию и как преподносить правильно, чтобы не испугать сотрудника. Чтобы зажечь в нем, так сказать, огонь. Чтобы ему хотелось работать, изучать все новое, развиваться. Вот это мы сегодня узнали. Как это все правильно построить. Самое главное, что мы не просто слушали. Мы в этом во всем были вовлечены. Мы постоянно делились на команды, получали задачи и выполняли их. И, так сказать, мы сами прошли этот весь процесс. Казалось бы, да, все это знакомо, все это понятно. Но все равно, ну как, не знаю, преподаватель, он еще больше раскрыл вот это вот все наставничество, адаптацию. Более глубоко вот все это нам рассказал, показал. И это очень интересно. И я бы хотела участвовать еще. Много нового, интересного. И она нас как бы увлекала. Какие-то там дополнительные для нас устраивала. Как соревнования между группами. Делила нас на группы. И было очень интересно. Чуси пролетели незаметно. Не только для участников тренинга, но и для специалиста Марии Татауровой. Она отметила, все профессионалы своего дела. Очень классно. Я очень уважаю и получаю огромное удовольствие от общения с сотрудниками Промагра. Как только Промагра вошла в состав холдинга Сибагра, мы много и тесно взаимодействуем. И с вашей стороны, высокий уровень, со стороны ваших сотрудников, высокий уровень профессионализма, отзывчивости, настойчивости. Работали очень классно. Все сотрудники были вовлечены в процесс. Несмотря на то, что система не новая для всех. Мария Шелипова, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. На Белгородчине и еще в четырех регионах страны начнут тестировать новую систему начисления зарплаты педагогам. Ее будут рассчитывать, исходя из квалификации учителя, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых установит Кабинет министров. Помимо этого, областное правительство может вводить дополнительные выплаты. Но в любом случае, зарплаты учителей не должны стать ниже. В проекте помимо школ участвуют детские сады, колледжи и техникумы. В конце недели Старый Оскол ожидает похолодания, а значит, не за горами сезон простуд. Лучшее средство для укрепления иммунитета – питание. Оно должно быть правильным, богатым витаминами, минералами и полезными жирами. В Старый Оскол приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Более 30 видов морских деликатесов можно приобрести во дворце спорта «Аркада». А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Аромат такой, что устоять невозможно. На выставке-ярмарке «Икра и рыба Камчатская» ажиотаж – белуга, нерка, кижуч, палтус, белорыбица. В каждом кусочке омега-3, витамины Д и В2, кальций, железо, йод, цинк и магний. Но больше всего пользы и вкуса хранит в себе королева лососевых чавыча. У меня уже пожилой возраст. Омега-3 – это полезное для стариков. И не только для стариков, но и для всех. Белорыбица, чавыча на бутерброды, немножко с маслицем. Красота. А это не просто деликатес, а настоящая драгоценность Камчатки – крупнозернистая красная икра. Употребление этого лакомства насыщает организм витаминами группы Б, а также Е, Д и С, омега-3 и 6. С удовольствием каждый раз закупаюсь здесь, но сейчас хотелось бы сделать акцент на икру, потому что начинается осенний период. Каждый раз беру икру и удивляюсь, потому что она настолько вкусная, настолько крупная, икриночка к икриночке. И вот мои дети с удовольствием ее едят. Приобрести дальневосточные деликатесы можно до 18 сентября во Дворце спорта Аркада. Начало новой недели еще радует Староскольцев теплом. Но со второй половины дня среды давление будет расти, а воздух станет прохладным. Температура воздуха к концу недели понизится на 10-15 градусов. В регион могут прийти уже по-осеннему промозглые дожди. По данным Гидромедцентра, во вторник, 14 сентября, в Старомосколе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 23-26 градусов выше нуля. Ночью минимальная температура воздуха всего плюс 6, максимальная плюс 16. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744-745 миллиметров тутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова